Мы в ответе за тех, кого приручили. Вот и Геннадий, сторож садоводства-медик, всем сердцем переживает за случайных приемышей, для которых стал кормильцем. Прокормить такую ораву действительно непросто. Тем более в садоводстве сейчас людей почти нет, помочь некому. А семи растущим организмам, да на таком морозе, молока и хлеба нужно много. Даже наш штатив. Щенки, видимо, приняли за сахарную косточку и пытались его погрызть. Ну, щенки, я скажу, не отродословные. И не маленькие, и не большие, и так средние вырастут. Все они дружелюбные, вместе спят. Добрые люди. Кому надо приехать и посмотреть, хоть с Барнаула, хоть с Алтайской, выберите себе хоть по одному. Есть и крепкие щенки. Появилась целая стойка щенков здесь совсем недавно. В августе их родила сторожевая собака из соседней базы. Немного покормила, но материнский инстинкт почему-то не сработал. И она снова убежала к людям, оставив восьмерых малышей на произвол судьбы. Одного, к счастью, уже забрали в добрые руки. Пристроить, да, пытались, обращались в приют Ласка, где нам сказали, что нужны только щенки привитые. К сожалению, достаточно средств мы не смогли собрать, поэтому вот получается так, что приезжаем, немножко их подкармливаем. Будки для них никакой нет, проживания тоже нигде нет, теплого места нет. Поэтому все маленькие щеночки трясутся, боятся наступления морозов и нужно где-то им перезимовать. Все щеночки небольшие, пусть и дворняшки, но очень милые, симпатичные, преданные, игривые и разные по окраске. Коричневый, пятнистый, черный с подпалинами, белый, который как-то сразу пригрелся в наших руках. Пристроить бездомную собаку – проблема из проблем. Но если взрослого в со вряд ли кто-то возьмет, то у этих щенков еще есть шанс обрести свой кров. И, возможно, для кого-то они станут добрым и надежным другом. Если вам в будущем нужен сторожевой пес в частный дом и вы готовы приютить кого-то из этих собачек, звоните к нам в редакцию. Малышам срочно нужны тепло и ласка. Лариса Куренкова, Андрей Печоркин. Наши новости.